Мечтаете найти свой идеал? Узнайте, представитель какого знака зодиака вам подходит. А для тех, кто уже нашел свою половинку, мы дадим советы, как сделать отношения гармоничными. Ну и, конечно же, узнаем, что приготовили нам звезды на самую романтичную неделю в году. А в роли Купидонов и предсказателя сегодня будет Яков Шнеерсон. Здравствуй, Яков. Здравствуй, Надя. Итак, у нас есть 12 знаков зодиака, каждый из которых представляет собой половинку сердца. Мы по очереди будем соединять их целое сердце, составляя идеальный союз для каждого из знаков зодиака. И не стоит расстраиваться, если ваш избранник окажется не того знака зодиака. Я дам рекомендации представителям каждого созвездия. А потом расскажу, какой сюрприз приготовили звезды каждому представителю знака на этой неделе. Мне, конечно, не терпится узнать, кто по гороскопу является лучшей парой для Скорпионов. Я же Скорпион. Но начнем все-таки по паре. Все по порядку? Да. Овны. Любовь для Овна – это жгучая страсть. Он сам выбирает своего партнера и завоевывает его. Отношения продлятся долго. Если партнер сумеет поддержать интерес Овна, наиболее гармоничным будет союз с любителем авантюр и опасных приключений стрельцом. Давай же соединим эти половинки. Давай соединим. Стрельцы высоко оценят в своем партнере именно стабильность, верность и преданность. При этом смягчат его эгоизм и напористость. Вот наша первая идеальная пара создана. Но как же быть тем Овнам и Стрельцам, которые выбрали в союзники другие знаки зодиака? Неужели у них не будет счастья? Конечно же будет, Надя, если постараться немножко подстроиться под других. Овны должны научиться уступать и не переживать из-за этого. А Стрельцы, чтобы стать счастливее в личной жизни, должны руководствоваться не только эмоциями, но и здравым смыслом. Не позволяйте легкомысленным временным увлечениям испортить вам серьезные отношения. Что же звезды обещают в любви Овнам и Стрельцам на этой неделе? Овны, все силы, которые они потратили ради отношений, будут оправданы и вознаграждены именно на этой неделе. Также задумайтесь о предстоящем совместном отпуске. У Стрельцов могут возникнуть беспочвенные подозрения к своему партнеру. Больше доверяйте своему партнеру. Возможно, он просто готовит вам сюрприз. Давай теперь найдем идеальную пару для Тельцов. Полное взаимопонимание будет между Тельцами и Раками. Оба партнера – домоседы, склонные к сентиментальности. Уравновешимость и безмятежность Тельца – хорошее противоядие от перепадов настроения Рака. При этом оба партнера стремятся к материальному благополучию и защищенности. Как же Тельцы и Раки могут устроить личную жизнь с другими знаками Зодиака? Тельцы сами по себе очень властны. Им следует понять, что любить и владеть – это не одно и то же. Раки иногда неприятно удивляют своих возлюбленных тем, что могут беспричинно обижаться на своего партнера. Не стоит манипулировать партнером, демонстрируя свою обиду. Что же ждет представителей этих знаков в романтическом смысле на этой неделе? Вот для Тельцов наступает идеальный период, чтобы познакомить своего партнера с близкими людьми. А вот Раки могут быть огорчены сложившейся ситуацией на этой неделе. Но помните, что после дождя всегда выходит солнце. Кто же идеально подходит близнецам? Близнецы очень влюбчивы, но поверхностны и непостоянны в своих чувствах. Партнерам близнецов нужно быть живыми, интересными собеседниками. Но нужно постоянно меняться вместе с ними. Идеально подойдут как раз весы. Оба партнера не склонны к соперничеству. И, вероятно, будут всегда приходить к согласию. Хорошо, когда представители знаков зодиака подходят друг другу идеально. Но что же делать, если избранники других знаков зодиака? Близнецы могут в любой мелочи увидеть повод для серьезной ссоры. Вот чтобы создать идеальный союз, нужно научиться контролировать собственное состояние. А враг весов в делах сердечных – их требовательность. Они жаждут абсолютного счастья. При этом как раз без устали находят в отношениях повод для огорчений и разочарований. Будьте терпимее, пожалуйста, к недостаткам партнеров. Какой же будет неделя в отношениях этой пары? У близнецов в любовном гороскопе все стабильно, хорошо. Но есть шанс сделать вообще все на отлично. Всем одиноким я рекомендую посетить массовые мероприятия. Именно там, возможно, они смогут встретить свою вторую половинку. И им улыбнется удача. А от весов как раз потребуется большей решительности. На этой неделе не нужно прислушиваться к окружающим. Только ваше сердце подскажет вам правильный выбор. Еще три целых сердца получатся из шести половинок, каждая из которых означает определенный знак зодиака. Прежде чем мы продолжим, давай выпим по чашечке кофе. Следующая пара сердец наполовину состоит из львов. Идеальные отношения, по мнению льва, должны строиться следующим образом. Приглянувшийся человек сам падает в их объятия. И кто же станет второй половинкой для львов идеальной? Даже гордый лев станет прелестным котенком в руках у водолея. Лев восхищается сексуальной раскрепощенностью водолея, которого в свою очередь привлекает страсть и жизнелюбие льва. Как же обмануть звезды и сложить идеальный союз с представителями других знаков зодиака? Главное не обмануть, а подстроиться. Ведь для льва важны именно одобрения, похвала. Но им стоит задуматься и о желаниях своего партнера. Водолеи, в свою же очередь, старайтесь быть помягче. Если с вашим мнением не согласны, вместо того, чтобы злиться и наказывать партнера холодным отношением, постарайтесь понять его и не навязывать ему свое мнение. Чем порадует гороскоп на этой неделе львов и водолеев? Вот у львов на этой неделе грядут перемены, возможно, даже и разлука. Если они не смогут вовремя применять меры, а водолеи испытают новые для себя чувства. Это хорошее время для всех начинаний. Не только материальных накоплений, но и создания семьи и рождения ребенка. Давайте представим идеальную пару для дев. Вот у дев, Надя, к любви отношения очень практичные. От партнера они требуют порядка, верности и ясности в отношениях. Но при всем при этом сами не готовы раскрываться. Идеально им подойдет именно скорпион. Ммм, так вот моя прекрасная вторая половина. Их характеры дополняют друг друга. Дева, в свою очередь, логик и аналитик. А скорпион, Надюша, наделен развитой фантазией. Девам нравится, что скорпионы – ревнивые собственники. А какие шансы у представителей этих зодиакальных сосвездий с другими знаками зодиака? Девам присуще скрывать романтизм, тот, который у них есть. Не старайтесь казаться хладнокровными и невозмутимыми. Не бойтесь проявлять свои чувства. А скорпионам нужно стараться как раз контролировать свое поведение, когда они расстроены либо злы. Какие романтические сюрпризы приготовили звезды, девам и скорпионам на этой неделе? Девам на этой неделе необходимо отдохнуть от своего партнера хотя бы на денек. Только после этого вы осознаете, насколько вам нужны эти отношения. А вот скорпионов ожидает разлад в отношениях, если они не отвлекутся от дел рабочих. Надеемся, что им повезет. И несложно догадаться, что у нас сейчас образуется одно сердце из оставшихся знаков зодиака. Козерог и рыбы. Это две очень разные личности, но они удовлетворят потребность друг друга. Мечтательной и чуткой рыбе по душе как раз придутся сила, твердость и уверенность в завтрашнем дне козерога. Как нужно вести себя рыбам и козерогам, чтобы стать идеальными партнерами для другого знака? Козерогам мешает достичь взаимопонимания с любимым человеком чрезмерная самодисциплина. Научитесь находить время для отдыха и личной жизни. А рыбы всегда любят преувеличивать. Не ищите драматичные переживания там, где их нет. Какие сюрпризы в любви приготовили звезды козерогам и рыбам на этой неделе? Для козерога будет благоприятное время на этой неделе перейти из статуса друг в нечто большее. Рыбам на этой неделе нежелательно расставаться со своим партнером. Сейчас вам необходима поддержка и помощь. Попробуйте посмотреть на него другими глазами. Сейчас мы создали шесть идеальных пар. Любите друг друга и цените каждую минуту своей жизни. И все будет добрым. Субтитры создавал DimaTorzok